Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». С 26 февраля по 8 марта в торгово-развлекательном центре М5 Мол пройдет выставка-ярмарка «Хэндмэйд. Планета рукоделия». Сегодня у нас в гостях одна из участниц этой выставки Ирина Лакомова. Здравствуйте, Ирина! Ну, для начала хотелось бы вообще поговорить об этом понятии «хэндмэйд». Немножко нерусские слова, но все мы, в общем-то, знаем, что они обозначают. На сегодняшний день вот такие вещи, самые различные, сделанные своими руками, насколько они становятся популярными у нас в стране, в частности, в нашем городе. Я могу говорить только за себя. Я этим увлекаюсь давно, практически с рождения. Насколько это популярно? Ну, раз этим люди занимаются, и много людей занимаются, значит, это популярно. Причем очень много направлений, и каждый человек может найти в этом свое увлечение. В чем вы себя нашли? Я себя нашла. Ну, мне нравится больше всего то, что связано с иголками, с нитками, с шитьем, с рукоделием. Вот в этом плане. А кто-то занимается, ну, тоже шьет, но, тем не менее, немножко другое направление. Кто-то делает куклы. Вот наша организатор, она большая мастерица, и у нее такие работы, ну, это эксклюзив. Кто-то, ну, кто-то вяжет, кто-то, там, по дереву вырезает, кто-то бисер плетет и вышивает. Поэтому очень всего много, то есть это перечислять и перечислять. Поэтому каждый человек в какой-то момент может увлечься. Для вас, для тех людей, которые этим занимаются, вот это все-таки какая-то отдушина, какое-то хобби или способ зарабатывания денег? Да вот, скорее всего, заработать на этом не очень можно, но это, да, действительно, вы правильно сказали, это больше душевное состояние. Я бы даже сказала, что хендмейт, ну, или по-русски, правильно сказать, рукоделие, это возможность разнообразить свой мир, не выходя из собственной квартиры. Ирина, а с чего у вас все началось, да, с какого момента, с каких, может быть, событий в жизни? Почему вам захотелось вот заниматься тем, чем вы сегодня занимаетесь? Вы знаете, Ирина, это не началось ни с какого события. Это вот я родилась такой, понимаете, просто мне вот Бог дал это, и я этим занимаюсь. То есть человек, другой человек не может, ну, он пишет стихи, он не может написать, он этим живет. То есть это из него, изнутри откуда-то идет, и он, ну, без этого не представляет свою жизнь. Кто-то там по горам лазит, кто-то, ну, песни вот пишет, поет. То есть это такое увлечение, которое, ну, невозможно остановить, это выше тебя. Я бы сравнила это с инстинктом, потому что, ну, человек обязательно должен кушать, обязательно должен там спать ложиться. Поэтому и это вот, это из тебя настолько сильно идет, что ты просто не можешь этим не заниматься. И все-таки чуть подробнее, что именно вы делаете? Иголки, нитки, мы поняли, что же у вас получается на выходе из этого всего? На выходе, получается, картины, допустим, у меня, да. То есть это берется бисер, ну, и вот кропотливая, довольно тонкая работа. Каждая бисеринка тоненькая пришивается на определенное место, и получается картина. Можно покупать готовые работы для начинающих, а можно уже делать по фотографии. То есть это будет совершеннейший эксклюзив, то есть то, что вы сами увидите, где-то подсмотрите, можно перевести с помощью фото на определенную ткань, и вы можете это все реализовать в бисере или просто нитками вышить. Это работа, конечно, не на один день. Вот это иногда месяцами, иногда и даже год можно делать какую-то работу. Помимо этого я еще увлекаюсь в последнее время светодизайном. Тоже определенное направление. Вот сейчас немножко вот в сторону ушла от своего прямого увлечения. Скажите, вот подобные выставки, ярмарки, да, которые планируются у вас открыться в ближайшее время. Для чего они вообще нужны? С какой целью они устраиваются? Конечно, это возможность и показать свои работы. Но и я думаю, что сейчас молодежь, к сожалению, к великому, сидит в соцсетях. И как-то немножко ушло на второй план, то, что можно делать своими руками и получать от этого удовольствие. То есть люди в каком-то киберпространстве находятся, немножко уходят от реальности. И вы знаете, ну, наверное, это не всегда хорошо. Иногда, наверное, приходится их при помощи специалистов выдергивать из этого пространства. А здесь человек живет реальной жизнью. То есть, конечно же, надо немного абстрагироваться от меры, чтобы сесть и спокойно, вот, кропотливо делать какую-то тонкую работу. Но, тем не менее, то есть это не в ущерб семье или какой-то личной жизни. Это можно делать там понемногу, по чуть-чуть, но тут же среди людей ты находишься, и все это люди видят. И опять же, вот, когда эта работа закончена, проходит выставка, все это можно показать. Люди уже ощущают, видят, смотрят, да, прекрасно, красиво. Я думаю, что не случайно именно вот в такое время, да, у вас открывается выставка-ярмарка накануне Международного женского дня. И, скорее всего, что-то там можно будет найти и в качестве подарка. Если можно, расскажите, какие вообще работы, каких направлений будут представлены, и что из этого действительно могло бы послужить, ну, таким оригинальным подарком девушке, маме? Будут представлены на выставке. Вот наша руководитель, она занимается куклами, шьет их тоже давно, и делает очень хорошие работы, красивые, индивидуальные, эксклюзивные. То есть можно приобрести какую-то куклу. Это будет кукла, я бы даже сказала, передаваться с поколения в поколение. Можно такую вот работу приобрести. Можно, ну, букеты, сладкий дизайн, это всегда приятно и интересно, и сюрприз внутри, конфетка. Есть девушки, которые увлекаются топиарикой. То есть это вот... Это что это? Ну, вообще топиар – это стрижка деревьев, кустарников красиво получается, оригинально. А это просто тоже из подручных средств, из специальных, создаются деревья. Они сейчас называются еще деревья счастья. Может быть, видели. Дальше будут работы, ну, вот вышивка, картины, будут вязаные изделия. Приходите очень интересно и очень познавательно. Даже, может быть, кто-то для себя и захочет тоже этим заниматься. Или приобретет подарок для своих близких. Вот действительно, перед праздниками, наверное, самая главная проблема, которая стоит у людей, особенно у мужской части нашего населения, какой же подарок приобрести для любимой. Вот такие подарки не, как сказать, не заводского производства, да, не штампованные, сделанные руками живого человека, да, с какими-то определенными мыслями и чувствами. Вот с Вашей точки зрения, насколько такие подарки выигрывают перед тем, что мы можем купить в обычном магазине? А Вы знаете, вот если Вам подарят и одновременно еще всем подарят одинаковые подарки, купленные в магазине, насколько это приятно? Ну, конечно, приятно. Но когда что-то подберут, действительно, то, чего ни у кого нет. А это действительно единичные работы. Вот у нас там девушка, которая вышивает иконы, она работает с натуральными камнями, со стразами. Это только единичные экземпляры. Поэтому если такая, опять же, работа появится дома, эта работа, она будет передаваться из поколения в поколение. Это будет уже семейная ценность. Ну что ж, Ирина, большое спасибо, что Вы сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что зрители заинтересуются и обязательно придут посмотреть, полюбоваться на Ваши замечательные работы. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем Вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.